Это итоги недели в студии Юлии Евтушенко. Здравствуйте! А вот заголовки уходящих 7 дней. Продуктовая корзина, 20-летний документ и важная дата. В стране обсудили подготовку к параду в честь 80-летия освобождения Беларуси от фашистских захватчиков. Что в планах? Новый уровень управления по образованию Бобруйского горисполкома стало лучшим в Беларуси. Это говорит о том, что действительно качественно отработали в предыдущем 2023 году. Как добиться успеха? Что волнует? Мэр города встретился с молодыми специалистами. Всегда можно обратиться за любой помощью, за любым советом. О чем шла беседа? Путь к пьедесталу в зенитном ракетном полку прошел чемпионат вооруженных сил. Это один из таких значимых спортивных мероприятий. В каких состязаниях соревновались? Перспективное развитие. В Бобруйске появится новая грибная база и оздоровительный комплекс. Город меняется, конечно, это заметно. Где разместится спортивный городок? Продовольственный кризис, рост недовольств и глобальные увольнения. Крупнейший в мире поставщик автомобильных интерьеров и систем контроля выбросов сократит более 10 тысяч рабочих мест в ЕС. Кем заменят людей? Президент провел совещание по вопросам организации работы Палаты представителей. На встрече во Дворце независимости присутствовали представители Нижней Палаты парламента, администрации президента и председатель ЦИК. Главными темами, затронутыми главой государства, стали итоги прошедшей избирательной кампании, формирование рабочих органов Палаты представителей, организационная и материальная поддержка, трудоустройство депутатов, подготовка встречи с уходящим созывом и первое заседание ВНС. Обычно, я знаю как депутат, знаю, что этот период непростой, чехарды хватает, нагрузка на секретариат большая. Чтобы Новомович Андрей Николаевич не бегал там по инстанциям, нам надо оказать ему в организационном плане и материальном плане соответствующую поддержку, чтобы он мог подготовить рабочие места к депутатам, выслушать их пожеланиям в конце концов. Ну, это обычный рабочий момент. Александр Лукашенко дал понять присутствующим. В случае появления каких-либо затруднений или проблем в переходной фазе, участники совещания должны о них проинформировать. Президент, в свою очередь, готов выслушать и помочь в решении всех возникших вопросов. Победители Олимпиад, участники интеллектуальной программы, учитель года и многое другое. Всех этих людей объединяет Бобруйск, мекка таланта, ума, фантазии. С помощью тех, кто предан своему делу, всей душой городское управление по образованию номер один в стране. На торжество знаний заглянула наша съемочная группа. От спортивных достижений до научно-исследовательских и творческих. В 2023-м Бобруйск показал многогранную и качественную результативность. Вследствие упорного труда педагогов, учреждения образования могут гордиться высокими результатами. Это говорит о том, что действительно качественно отработали в предыдущем 2023 году. И результативность работы, что в качестве образования, что в воспитательной работе, здесь действительно лучше в республике Бобруйска городское управление по образованию. Все критерии прошел Бобруйск ровно, без срывов и поэтому первый. Калейдоскоп возможностей. Для гостей в фойе драмтеатра были подготовлены мастер-классы. Не забыли продемонстрировать и образовательный потенциал Бобруйска. Преподаватель первой гимназии Алексей Шунько показал, как работает 3D-принтер. Учащиеся используют его для создания функциональных вещей, которые можно применить как в учебе, так и в быту. Развивает в первую очередь конструкторское мышление, развивает очень хорошо пространственное воображение. Это учит детей работать с техникой, работать с компьютером. И те же технологии, только, конечно, более совершенственные, применяются в промышленности для изготовления, соответственно, уже серьезных вещей на ведущих заводах нашей страны. Своими разработками похвасталась и 35-я школа. В учреждении образования школьники могут попробовать себя в различных направлениях. Работотехника, 3D-моделирование, лего-конструирование. Ученики ратуют за зеленые технологии и используют конструктор из переработанного пластика. Не только для множества обучающих подделок, но и для скворечников. Мы принесли домик для насекомых. То есть, первый ярус сделан для муравьев, то есть, мужиков. Верхние ярусы сделаны для овз, для мух. И вот самый верхний, где кора, он для пироедов. То есть, чем больше разводится, чем больше птиц на этой территории, потому что они входят в общую цепочку. В конце по традиции торжественная часть. В зале собрались десятки представителей сферы образования Могилевской области. В числе отмеченных почетными дипломами. Третья гимназия имени митрополита Филаретова-Хромеева. Центр дополнительного образования детей и молодежи. Мы сегодня с вами собрались, чтобы сказать слова благодарности и признательности за добросовестный труд лучшим представителям педагогической общественности Могилевской области. Буквально месяц назад, 31 января, мы подвели итоги работы системы образования области в 2023 году. Подробно разобрали все проблемы, вопросы. А сегодня наше мероприятие посвящено торжественному вручению тех наград, которые были завоеваны в прошедшем уже в 2023 году. Первые во всем. Еще в октябре педагог из Бобруйска забрала награду «Учитель года 2023». Светлана Здоронкова, 22 года, обучает детей законам физики и астрономии. Благодаря обширным знаниям и плодотворному труду главный приз в руки преподавателя прилетел – хрустальный журавль. Светлана Здоронкова делает упорные эксперименты и совместные проекты с учениками. Благодаря вот такому своему развитию я получила категорию «Учитель-методист». Сдала в АПО экзамен и получила категорию. Ну, а сейчас это новый этап, я считаю, в моей карьере. Это уже попробовать себя через какой-то определенный... Ну, через шесть лет, вот я прошла, я настоящая, и насколько уже более профессионально я могу выполнять эти задания разных этапов конкурса. Вот для меня такая цель – попробовать себя заново. Вот, насколько я выросла, увидеть этот рост. Ум и сообразительность. Язык и знания доводят до интеллектуального шоу. Юный бобруйчанин Денис Донец стал участником масштабного проекта «Я знаю». Из 12 возможных баллов мальчишка набрал 8. Для прохождения в следующий этап этого оказалось недостаточно. Однако пятиклассник полон энтузиазма и решимости покорять вершины и дальше. Вопросы были очень интересные, однако мне не хватило времени, чтобы подумать, и я волновался. Я доволен своим результатом, что я вообще приехал, нашел. Плюс в копилку. В прошлом году бобруйчане привезли 85 дипломов с областного этапа Республиканской Олимпиады. Умники и умницы показали отличные знания по учебным предметам. В топе – информатика, география, физика, русский язык, химия. Город представляли 189 участников, которые боролись за звание лучших интеллектуалов области. Впереди следующий шаг, к которому школьники уже ведут активную подготовку. Мне в Оголе подобаются разные предметы, а именно в это мовы – русская, белорусская, испанская – я занимаюсь больше поглубленно. А браво в Оголе, как поехать в область, зараз уже на Республику, именно в это белорусскую мову, потому что она мне ближе к другим предметам. Самая главная задача – это талант в седьмом классе, когда они приходят ко мне на физику первый раз, открыть, достать, показать, что он есть и на добровольных началах пригласить на работу. А дальше, если они зацепились с физикой, то дальше они будут работать уже самостоятельно, с моей помощью и получать хорошие результаты. Образование давно стало брендом Беларуси. В Синеоку регулярно приезжают за знаниями из разных точек мира. В 2023-м в Республике обучалось по 30 тысяч иностранцев. Такой ажиотаж лишь подтверждает качество и актуальность. Благодаря современным технологиям, талантливым преподавателям и многообразию программ, сфера продолжает активно развиваться и процветать. Юлия Вернер, Елизавета Липеева, Виталий Гаврусев, Дмитрий Шевцов, Станислав Чичерин. Итоги недели. Водительское удостоверение, активизация клещей и приятного аппетита. С 1 сентября все белорусские школьники перейдут на новую систему питания. В чем суть? Громкие итоги недели дали в специальном обзоре. С 23 марта права в Беларуси будут выдаваться сроком на 20 лет. Решение принесет пользу водителям и снизит нагрузку на регистрационные отделы ГАИ. Такая практика уже давно работает на международной арене. Это не все изменения, которые касаются административных процедур, связанных с дорожной безопасностью. Например, уменьшаются сроки регистрации транспортных средств с 10 до 7 рабочих дней и время выдачи прав с 5 до 3. По итогам выборочного обследования белорусы тратят на еду почти 40% своих доходов. По информации Белстата, на непродовольственные товары уходит около 37, на оплату услуг более 23. Коммунальные платежи занимают 6%. К слову, в республике на одно домашнее хозяйство в среднем приходилось более 2000 рублей в месяц. С 1 сентября все белорусские школьники перейдут на новую систему питания. В январе 76% учреждений образования внедрили программу. В меню пельмени со сметаной или кетчупом, запеченная куриная голень, хот-доги. Во время эксперимента учащиеся протестировали полтысячи блюд. Почти 300 самых популярных из них вошли в информационный сборник технологических карт. В стране обсудили подготовку к параду в честь 80-летия освобождения Беларуси от фашистских захватчиков. Власти столицы решили нестандартно и творчески украсить городские проспекты. Особое внимание уделят знаковым местам. Жителям Минска покажут, каким он был в момент освобождения. Украшать город начнут уже в мае. Еще один ключевой вопрос – награждение вымпелом за мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны. Его получат 9 населенных пунктов страны. Клещи проснулись после зимней спячки. Раннее наступление обусловлено потеплением. В последние годы отмечаются короткие зимы с несущественными холодами. Специалисты напоминают – больше всего вредители обитают в умеренно затененных и увлажненных лиственных и смешанных лесах. В молодых зарослях осенника, на вырубках, в малинниках, вдоль троп, дорог и там, где пасется скот. Душевный разговор. Председатель горисполкома побеседовал с молодыми специалистами. Место встречи стал Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов. Игорь Кисель пообщался с молодыми людьми, расспросил об условиях труда, поддержке руководства предприятия. Не забыл обсудить идеи и предложения по улучшению городской инфраструктуры. Начинающие специалисты с удовольствием поделились впечатлениями, планами и эмоциями. Приятно, что ребята горожат своей работой. Мы видим, какие здесь кадры, которые закончили разное учебное заведение, не только города Бобруска, но и всей республики Беларусь. Мы видим здесь конструктора, которые внедряют свои знания в производство, которые получают существенную экономику. За нами закреплены, во-первых, наставники, которые нам помогают на протяжении всего рабочего периода, когда я являюсь молодым специалистом. К ним всегда можно обратиться за любой помощью, за любым советом. Они всегда помогут, в основном люди отзывчивают. Приняли очень тепло, с теплыми словами. Наставника дали, очень небольшая база была в самом начале. Конечно же, много материала нового было, но это как бы все объясняли с нуля. Не ругали, ничего. Все объясняли, потому что понимают, что молодой специалист. Всего на предприятии трудится 14 молодых специалистов. Для комфортной работы и отдыха созданы все условия. Современный круглосуточный здравпункт оснащен всем необходимым. Также функционирует и физкультурно-оздоровительный комплекс с тренажерным залом, бассейном, сауной, открытыми площадками для футбола и волейбола. Расстраивается на глазах. Бобруиск растет ввысь и ширь. Обновляются дороги, открываются улицы, строятся многоквартирные дома. В 2023-м проделана колоссальная работа. В 2024-м на достигнутом останавливаться не намерены. В генплан развития города заглянула Елизавета Липеева. Буквально месяц назад для маленьких жителей микрорайона Киселевичи двери распахнул новый 86-й детский сад. Внутри трехэтажного здания располагаются 12 групп, музыкальный, гимнастический, спортивный залы и бассейн. Теперь 230 ребят с раннего возраста привыкают к комфортным условиям. Более того, познают увлекательный мир знаний в компьютерном кабинете и комнате ремесел. Уникальных для города. Детки занимаются ежедневно и занятия проводятся в каждой возрастной группе. Мы подбираем под каждого ребенка насыщенное занятие, проводим различные мероприятия. Садик очень понравился. Оформление дизайна стен. То есть каждая группа по-своему очень красиво оформлена. Ну и вообще современная мебель, современное все. Счастливое детство. В 23-м по инициативе депутатов в городе появились 10 современных спортивных и игровых площадок. Работа в этом направлении продолжится и в этом году. На радость малышам и их родителям будет установлено 9 новых комплексов с качественным оборудованием. Город меняется, конечно, это заметно. И по озеленению корректируют вот деревья, скверы вот эти, которые во дворах. Дома у нас на Ульяновской растут как грибы, многоэтажки. Очень быстро. Ну что-то уже радует. В общем-то люди будут новоселье справлять. Очень строится много площадок, кафешек разных. Много интересных развлечений для детей и вообще тоже для взрослых. Он преобразился вообще просто, знаете, с такими темпами. Мне очень нравится город. Мне кажется, что у нас довольно много построено и для молодежи в плане отдохнуть. Еще один подарок для горожан. Новый спортивный объект появится возле Бобруйской арены на пересечении Карбышева и Карла Апермана. Просторные залы будут предназначены для тренировок и соревнований по волейболу, гонгболу, баскетболу и мини-футболу. Порадуют жители города и помещения для аэробики с аудиосистемой, телевизором, хореографическим станком и другим необходимым оборудованием. Также в двухэтажном здании разместится тренерское, административные помещения и трибуна на 120 мест. Планируется комплексное благоустройство территории. Это будет организованы дополнительные парковочные места, будет установка малых архитектурных форм и заезд планируется с улицы Упермана. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса даст возможность гражданам иметь больше доступ к спорту, интересно проводить время и, конечно, станет правной точкой для развития территории Бобруйской крепости. Значимым событием для города станет и строительство грибной базы для организации учебно-тренировочных занятий по гребле на байдарках и каное. Трёхэтажное здание появится на Толстого 114 вдоль Березины. Комплекс будет иметь два выхода – к воде и на сушу. Композиционной доминантой здания станет башня с помещением дежурных матросов и мотористов с круговым обзором всей экватории. На чуть более двух гектарах земли запланировано строительство газовой котельной, трансформаторной подстанции и парковки. Елизавета Липеева, Станислав Чечерин. Итоги недели. Спортсмены в погонах. В Бобруйске подвели итоги 26-го чемпионата вооруженных сил по гиревому спорту. За награды сражались 8 команд вооруженных сил Беларуси. Организатором состязания выступил 147-й зенитный ракетный полк. Баталии громыхали между представителями сил специальных операций, военных факультетов, части центрального подчинения. Под 60 человек изо всех уголков Синеокой соревновались в семи весовых категориях. За плечами профессионала все возможные рекорды и титулы. По итогам победу одержали лидеры чемпионата силы специальных операций Беларуси. Я считаю, что это один из таких значимых спортивных мероприятий по гиревому спорту. Это чемпионат вооруженных сил, потому что здесь собираются титулованные атлеты, мастера спорта, мастера спорта международного класса, которые показывают свои высокие результаты. Чемпионат прошел организованно. Все участники остались довольны, показали хорошие результаты. В плане не только нашей команды, а и остальные команды. Очень была конкуренция сильная, сложная борьба. И боролись все до крайнего вида. Это гиревая эстафета. Во время церемонии награждения победителям были вручены не только дипломы, но и эксклюзивный сувенир города – Бобрик. Гости особенно отметили теплоту и душевность, характерные для Бобруйской земли. Дорогой лот, небесный спутник и гуманитарная трагедия. Продовольственный кризис на Ближнем Востоке стремительно набирает обороты. Какие прогнозы? Далее громкие заголовки мировых новостей. В Германии сотрудники национальной авиакомпании в очередной раз вышли на забастовку. Ожидаются перебои в работе крупнейших аэропортов страны. Организатор массового бунта «Профсоюз» требует повысить зарплату персоналу на 12,5%. Также протестующие добиваются разовых выплат в размере 3000 евро для компенсации потерь от инфляции. Продовольственный кризис на Ближнем Востоке стремительно набирает обороты. В ООН подчеркнули, гуманитарная ситуация все больше сказывается на жизни сотен тысяч людей. Местных жителей ждут неблагоприятные прогнозы. В ближайшее время число нуждающихся будет только увеличиваться, уверены в организации объединенных наций. Крупнейший в мире поставщик автомобильных интерьеров и систем контроля выбросов сократит более 10 тысяч рабочих мест в ЕС. Стоит задача сэкономить 500 миллионов евро в год. Пока в планах компании растянуть меру на 5 лет, людей собираются заменить искусственным интеллектом. За 31 тысячу долларов на аукционе в Бостоне продали наручные часы, которые пережили ядерную бомбардировку в Хиросиме 6 августа 45-го. Стрелки аксессуара с медным корпусом застыли в момент взрыва над японским городом в 8.15 утра. Их можно разглядеть сквозь помутневшее стекло. У Урана и Нептуна обнаружили новые спутники. Их удалось заметить только после специальной процедуры компьютерной обработки изображений. Последний раз Луну находили более 20 лет назад. До этого февраля у планет официально было 27 и 14 спутников соответственно. Это намного больше, чем у Земли, Марса или Плутона. Но в то же время в несколько раз меньше, чем у Юпитера и Сатурна. Ведь эти планеты имеют пару сотен спутников. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты «Вопрос 360» и я, Юлия Евтушенко. Новая неделя, новые итоги. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова